В первый день официального визита японская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Тайхиса Кадзуки посетила несколько ведущих предприятий республики. И сразу с десерта. Первым предприятием в программе стала кондитерская фабрика Аконт. Иностранные гости побывали в производственных цехах, увидели пусконаладку новой технологической линии. Далее в программе предприятие электротехнического кластера. Первым из них стал ЧААС. Тема обсуждения – подготовка квалифицированных специалистов. В ресурсном центре повышают свою квалификацию заводские специалисты. Здесь же студенты ЧГУ проходят обучение и практику. А в цехах тренируются на вот таких учебных панелях. Студенты видят реальное оборудование работоспособное, которое им позволяет научиться. И мы, соответственно, получаем готовых специалистов. Иностранную делегацию такой подход приятно удивил. В комплексах по соседству уже идет реальная сборка микропроцессорных устройств щитового оборудования. Совместно с японской компанией «Тошиба» налажено производство испытательных устройств для управления промышленным оборудованием. Еще одно предприятие – кластера «Экро». Здесь гостям с гордостью демонстрируют собственную разработку – устройство проверки монтажа шкафов. Аналогов ему в России пока нет. С помощью программы мы в течение полтора часа проверяем шкаф. Если проверять вручную, то на этот шкаф уйдет два, а может и три дня. И если есть ошибки, все это мы видим на экране. И сразу же справляем. На последнем объекте к японской делегации присоединился и глава республики Михаил Игнатьев. Эти полуприцепы цистерны производят предприятие «Сеспель». Бензовозы, бетумовозы, газовозы. Емкости для химических и пищевых продуктов востребованы во всех отраслях экономики. На производстве используется уникальная технология сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов. У нас вообще хотят центр сделать в республике, федеральный центр по алюминиевым сваркам, по подготовке специалистов. Это практически наши специалисты придумали. Ноу-хау. Ноу-хау японская сторона оценила в полной мере и внимательно ознакомилась с каждым этапом производства. В месяц «Сеспель» производит около ста полуприцепов цистерн. Почти все комплектующие из отечественных материалов. На предприятии установлено высокотехнологичное оборудование. Например, за покраску отвечает робот-маляр. Тейхисо Кадзуки высоко оценил экономический потенциал региона и его инвестиционную привлекательность. Особое внимание в воспитании народа кадров. Вот это первое. На меня очень сильное впечатление. Второе место – это особое внимание на качество. Третье – здесь, в заводе. Это очень важная инициатива инновации. Татьяна Леонтьева, Денис Ноздрюхин, Республика.